В Апатитах подведены итоги регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Свои знания в ней проверили 66 старшеклассников общеобразовательных учреждений города. Четверо из них с честью справились с интеллектуальными испытаниями, став победителями. Еще 14 апатичан признаны призерами Олимпиады. С некоторыми из ребят познакомилась моя коллега Евгения Максимова и узнала, каких усилий стоило апатитским школьникам доказать. В Заполярье им равных нет. 15-я апатитская школа гордится своими учениками. В Олимпиаде по экономике и обществознанию Марта Кемскин стал призером. А ученицы 9 класса Анна и Елена – призерами Олимпиады по литературе. Анне достался анализ произведения Бориса Пастернака «Ель», а Лене – произведение писательницы Тефи. Первое задание – это был анализ текста. Давался текст современного автора, чтобы никто не знал, какой это текст. Заранее нельзя было прочитать. И потом давалось еще одно задание. Там надо было определить, почему произведение не может принадлежать такому-то автору. Было трудно, но справились. Все прошло хорошо. Учитель апатичанок Оксана Фетченко отмечает, задания Олимпиады вышли за рамки школьной программы. Однако девчонки к ней хорошо подготовились. Они – настоящие мастера в анализе произведений. Как результат – Аня и Лена в призерах. Разрыв в баллах с победителями Олимпиады у них совсем небольшой. Литература – это один из самых сложнейших предметов, я считаю, олимпиадных. Потому что здесь нет четкой такой иерархии представления. Здесь нужно знать, настолько уметь тексты знать, уметь их анализировать. И ты не знаешь, какой вопрос тебе может попасться. И лирика, и проза. И с девчонками, конечно, мы отрабатывали этот материал. В первой гимназии отличились две участницы. Одна из них, Дарина Екатерина Зусева, стала призером сразу в биологии и литературе. А другая – Арина Обухова, призером по биологии и мировой художественной культуре. И победителем в экологии. Это, значит, сами контейнеры со штаммами. Их получилось 17 штук. Мы помещали их в условии естественного освещения. Арина рассказывает о своей работе. Она изучала техногенный отвал апатийской ТЭЦ, чтобы найти способы восстановления поврежденных участков. И в результате своих исследований пришла к решению покрыть золошлаки специальным субстратом, который скрепит грунт. И не позволит ветру разносить мелкие частицы по воздуху. Апатичанка признается – об участии и, конечно, победе в Олимпиаде мечтала давно, еще с пятого класса. Свой успех разделила со своим научным руководителем по биологии и научным консультантом из Кольского научного центра. Мне посчастливилось поработать на базе КНЦ, в Полярно-Альпийском ботаническом саду ПОПСИ и в Институте флоры растительных ресурсов. Теперь Арина поедет защищать свою работу в Башкортостан на заключительный этап Всероссийской Олимпиады. Еще один призер Олимпиады по информатике, ученик пятой апатитской школы Дмитрий Туманов, отправится защищать честь города Апатиты в Сочи. Продолжение следует...